Ребят, хочу посоветовать вам группу, в которой сам же состою. Она создана для проведения турниров, гран-при и лиг по игре UFC 2. Ценные призы, личный сайт, форум, добрая атмосфера. Переходите по ссылке и вы получите новую мотивацию побеждать. Всем привет, ребят. Сегодня будет быстренький выпуск, где основная идея будет такова. Я буду показывать вам топовых бойцов разных весовых категорий и укажу их сильные стороны, чему лучше учиться тем или другим бойцом. Думаю, это больше подойдет новичкам, которые не знают кого брать, чтобы учиться играть каким-то определенным аспектом игры. Говорить я буду быстро. И первый вес будет полутяжелый. Да-да, знаю, что вес говно, который состоит только из одного бойца, но там есть и бойцы, в которых заложены те данные фишки, которые вам помогут оттачивать определенную тактику. Будет 4 категории. Клинч, стойка, партер и имбовая личность всей весовой. И начнем по порядку. На сторону клинча у нас попадает знаменитый боец, являющийся на данный момент чемпионом этого веса, Даниэль Кормье. И сразу плюсы и минусы. Плюсы я отнес. Сильнейший клинч вообще в игре в целом. Быстрая скорость передвижения по октагону. Показатель 69. Имеет такие перки, как гриндер, который поможет нам сокращать стоимость стамины наших переходов в клинче. Грязный боксер дает возможность атаковать соперника с дополнительной силой локтями, а также обычными ударами рук. Сильный клинч грэпплинг. Показатель 96. Клинч пауэр 95. Он отвечает за мощность ударов, если кто не знал. Также пушинг зе пейс даст замедление восстановления стамины у соперника в клинче. Сам боец выносливый. Стамина показатель 78. Что хороший показатель в этом весе. Отличные тейкдауны. Есть тейкдаун сразу в топ маунт. Что не может не радовать. Сильные показатели здоровья корпуса, головы и ног. То есть он мало боится флешек. В связи с хорошими показателями топ гейма, граунд дефенса, офф зе бека и граунд энд паунда, а также неплохих перков на добивание соперника, к примеру граунд финишер, мы отнесем этого маленького толстяка в категорию партера. Минусы. Он очень маленький, поэтому и ударка говно. Так как руки короткие и ноги тоже. Это был коротенький обзор бойца Даниэля Кармье. И я даю вам такой совет. Хотите научиться играть в клинче и вам нравится этот вес, то этот боец просто создан для этого. А также одновременно можете учиться играть в партере. Он там тоже неплох. Я лично сам на нем учился играть в клинче. У вас будут легкие переходы, они будут стоить мало по стамине, усиленные удары, а также хорошие тейкдауны с клинча. Но мы не задерживаемся и переходим дальше. Вторая категория стойка. И тут вы можете начать плеваться и обливать меня грязью. Но рамбла я сюда не отнес. А вот шведа Александра Гусасана сейчас мы будем рассматривать и понимать, почему я его сюда поставил. Здесь начнем с минусов. И первый его минус это клинч. Если конечно мы равняем с топами это весовой. Он у него 79, что позволит нам обороняться. Но против того же самого Кармье мы уже ничего не сможем сделать. У него очень слабый тейкдаун дефенс по сравнению с тем же самым Кармье. Партер ну так скажем средний. То есть обороняться нам придется очень тяжело. Офзебек, который отвечает за работу на спине у него 80. А у того же рамбла представим граунд дефенс 94. Вот вы сравните эти две цифры. 14 единиц разница. Это капец как много. Ну а со стороны атаки в партере есть перк ворхорс, что сокращает наши переходы. Топ гейм слабоват для этой категории 87. Но придумать что-то можно. Граунд дефенс 88. С хорошим пингом он позволит нам блокировать переходы соперника. А теперь к плюсу. Это стойка. Играть им можно что первым номером, что вторым. Что дает ему право быть одним из лучших полутяжей в игре. По стойке я имею ввиду. Он высокий. Сильнейшие удары рук и ног. Неплохая скорость по октагону. Выносливый. Крепкие голова, корпус и ноги. Перки у него для стойки. Нету конечно хэви хэнса. Но зато есть лудите 3 уровня. Наши атаки будут сокращены по стоимости. Что дает преимущество в комбинациях. Марафонис дает нам эффект полной стамины. Так как двигаемся мы постоянно. И самый крутой перк это хайджер. Но это чисто по моему мнению. Ведь когда мы играем вторым номером, мы заставляем нашего соперника проваливаться. Тем самым он выдыхается. И наступает наш штурм. И этот перк включается и дает нам уменьшение на скорость и усталость вызванной низкой стаминой. Тем самым наши удары будут такие же сильные, такие же быстрые. И комбинации будут идти полным ходом. Когда соперник будет бить только по одному или два удара. Карвет оф фут дает нам улучшенное восстановление от пошатываний. Что является неплохим дополнением. Тем более когда перк 5 уровня. Удары у гуся обладают стан эффектом. Что означает что мы можем перебивать соперника в разменах. Замечу что у него неплохой набор ударов. Хорошие локти, колени, удары ног по корпусу неплохо заходят. Сильные апперкоты. Так что если вы хотите научиться играть вторым или первым номером, Александр стоит в первых рядах. И одновременно вы будете учиться блокировать переходы в партер и клинч. Так как многие когда видят его лезут именно бороться. Давайте продолжим. И у нас должен был быть партер. Но я отнесу этого бойца к универсальному ряду. И объясню где есть маленькие минусы и что мешают стать ему полноценным борцом. Ну или другим архетипом. Это Энтони Джонсон. Да вы можете задать мне вопрос как ты не поставил его в стойку. Но поверьте мне этим бойцом надо уметь играть. И давайте сразу к разбору. Его огромный минус это выносливость. Показатель 73. Да им можно играть вторым номером в стойке. Но тогда какой толк от всех его перков и сильнейших ударов рук и ног. Поэтому такие перки как Ванжифул, Хэдхантер, Хэви Хэнс, Риск Реворд дают нам все преимущества в давлении нашего оппонента. А также длинные мощно станущие руки, которые так и пробивают блок нашего соперника. Флешки от его ударов наверное снятся всем игрокам планеты. Поэтому если мы с вами черной гориллой не забьем того же самого Гусасена в первых раундах, то мы скорее проиграем бой. Скорость по октагону неплохая. 66. Крепкие голова, корпус и ноги. Также отличный набор ударов. Нету всяких там знаете Супермен панчей и тому подобного. Перехожу к объяснению партера. Перков на партер нету. Ну не считая первого уровня Force of Nature, который снижает восстановление стамина у соперника после нашего тейкдауна. И это минус его борьбы. Идем дальше. Показатели топ гейма у него просто дикие. 96. Что позволит лазить по сопернику без каких-либо вопросов. А показатель 94 граунд энд паунда даст нашим кулакам уверенности, когда мы будем забивать цель сидя на нем. Off the back дает спокойствие на спине. И самый смак это граунд дефенс 94. Что дает сильнейший контроль чужих переходов. И вывод по борьбе нарисовывается отсюда такой. Завалили соперника. Залезли в топ маунт. Забили цель. Вот и все. И сразу разберем последний огромнейший минус. Этот боец очень слаб на блокировке его переходов. Его стамина сжигается с такой силой, что примеру если того же самого корме после заблокированного перехода снимается 15 процентов стамины, то у рамбла все 35. Также у него мало всяких переходов. К примеру Крусификса или Изгарда у него один всего выход. Это только заголову. Бэксайд. В топ маунте, когда на тебе сидит соперник, у него нет даже китапа. Мало сабов. Поэтому он и не является полноценным борцом. Дальше клинч. Ну скажем, что для оборонительного плана неплохо. Но может забить к примеру того же самого гуся, если что. Мой вердикт боец первого номера. Агрессивнейшая стойка. Хороший топ гейм. А также контроль переходов. И берет его в этом весе тот, кто хочет научиться придавливать своего соперника. А также быстро делать грязь, к примеру, ну через топ маунт. Играть вторым номером этим бойцом мне никогда не выходило. Ну если я буду сравнивать к примеру с гусем или Джон Джонсоном. Так, давайте перейдем наверное уже четвертой категории, которую я назвал имбо всей весовой. Имя его не даст нам никакого удивления. Это Джон Джонс. Я не стану разбирать эту личность, как и других. Ну как скажем, в полноценном тексте. А сразу перейду к выводу. Стойкий может драться как первым, так и вторым номером. Очень выносливый. Но если не бить на эти там ножницы, вот это вот дерьмо всякое. А играть грамотно. Отличные перки на локте и колене. Партерю имеет все. Граунд дефенс 96, топ гейм 91. Дают о себе знать. Сабы и так далее тоже есть. Клинч также очень сильный. Лайк глю позволяет нам с большей силой вести контроль над оппонентом в клинче. Клинч грэплинг 91. Что можно как атаковать, так и защищаться, если мы к примеру там не хотим бороться. То есть этот боец самый имбыватый в этом весе. На данный момент у него нету минусов. Так что берут его все те, кто только начинает учиться играть. Ну или топовые игроки, у которых идет зацикление на их статистике. Теперь я объясню, почему этот вес я выбрал первым. Для начала, чтобы научиться хорошо контролировать свою стамину в стойке, я рекомендую весовые от велтера и выше. Даже, наверное, скажем, от миддлвейта. Так как там стамина сжигается не только в стойке, ну а также за свои ошибки вы будете страдать что в клинче, что в партере. Ну или наоборот, вы будете наказывать своего оппонента за его неправильные действия. Тем самым, вы получаете привычку уберечь свою стамину и не отпускать ее ниже 40%. Вы начинаете понимать, что когда вам пробивают стан по голове во время вашего удара, а вы в это время как дурачок пытаетесь продолжать бить своего соперника, то, к примеру, в легчайшем весе вы бы просто не нанесли бы никакого урона сопернику, ну и чуть-чуть сожгли бы свою стамину. А здесь у вас после такой херни не останется ни капли ваших сил. Вот вам и вся разница. Ну и закончить хочу на мысли о том, что мне кажется и нету до большого смысла разбирать вот такие все весовые. Вы можете просто сами анализировать, как сделал это я и играть теми, кто больше подходит для вашего стиля. Ну а если есть желание увидеть еще что-то наподобие такого ролика, просто напишите. Также скоро выйдет интро ролик моего канала, в котором я расскажу все о своих стримах. Также сделаю календарь, где будут написаны мои возможные стримы. Ну и для нычков тот, кто только попал на наш канал, расскажу, что здесь он может увидеть. Ну и стандартная фраза всех YouTube каналов. Подписывайся, ставь лайки. Ну а с вами был Антон, всем всего хорошего, до скорых встреч!